Физкульт-привет! В спортивной детско-юношеской школе Олимпийского резерва состоялись очередные президентские соревнования среди учащихся седьмых классов Либеретского района. За юными спортсменами наблюдала Екатерина Максименко. Под пристальным вниманием учителей физической культуры соревнования проходили сразу по нескольким категориям. Прыжки в длину, наклон вперед в положении сидя, подтягивания для юноши и другие виды физической подготовки. Президентские соревнования – это еще одна возможность приобщить детей к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни с юных лет. Подготовка к этим соревнованиям идет, в общем-то, всегда начинается с сентября, в течение года. Вообще в Спартакеаде мы выступаем по 11 видам. Это волейбол, баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, четырехборья, трейборья. В общем, соревнований очень много. Цель участников соревнований – показать лучшие результаты и принести победу своей школе. Старались не только мальчишки, но и девочки, несмотря на то, что многие виды соревнований для них были трудными. Спортсмены получили заряд положительных эмоций и оставались полны сил, ведь спорт – это жизнь и отличное самочувствие. Екатерина Максименко, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. 22 апреля вышел новый номер районной газеты «Люберецкая панорама». Он насыщен материалами, посвященными юбилею Великой Победы. Это и воспоминания ветеранов, и детские конкурсы, и очерки о люберчанных фронтовиках. Завершается месячник по благоустройству, читайте репортажи корреспондентов газеты с районных субботников. Основное событие прошлой недели в Люберцах – это торжественная церемония перенесения вечного огня в часовню. Подробности на страницах газеты. И это только часть материалов, опубликованных в номере. «Люберецкую панораму» можно купить в киоске или выписать в любом отделении связи. Читайте главную газету нашего района, будьте в курсе событий. Телефон редакции 559-70-15. Обращаю ваше внимание на то, что 6 мая в 20.00 на нашем канале состоится прямой эфир с главой Люберецкого района и города Люберцы Владимиром Ружицким. Вопросы можно задавать заранее по телефону 642-19-52 и 642-19-50. На этом у меня все. Следующий информационный выпуск смотрите 26 апреля в 8 вечера. А я, Александра Дудаладова, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова